здравствуйте меня зовут александр марченко и сегодня у нас гостях ольга романчук специалисты и чародела проекта лаби текст здравствуйте оль сегодня мы поговорим с тобой о трудностях которые могут встретиться на пути молодого эти специалиста при трудоустройстве в компании вот расскажи наверное собеседование с и чаром это первая такая ступенька которую нужно перешагнуть какие трудности могут возникнуть одна из основных трудностей и которые больше всего боятся молодые специалисты это разговор с HR менеджером то есть в основном это логические задачи задачки на мышление то есть это те задачи прости перебью объясню те задачи которые вы читали в отзывах после собеседований в google в microsoft в ibm в крутые компании в принципе рядовые чары их тоже читали и получается задают сейчас пошла мода на эти вот вопросы интересные и вот многие люди боятся что за пять минут которая им выделяется на решение данной логической задачи будет недостаточно то есть они не справятся с ней но я считаю что этого бояться не надо так как в условиях работы вы уже не вам не будет выделено ровно пять минут и здесь хотят проверить не вашу способность быстро решать а вашу способность логично мыслить понятно хорошо то есть в принципе включаем логику и решаем детские задачки хорошо аль откроет вопрос в принципе собеседование до техническое собеседование с тех лидом тоже понятно там трудности могут быть такие рабочие а вот прохождение испытательного срока знакомства с руководством какие могут быть трудности после испытательного срока вот вы попадаете на стажировку вас могут просто не взять то есть вы не пройдете это такая трудность и боязнь всех абсолютно людей этого тоже не стоит бояться потому что после если вы попали на стажировку в большую крутую компанию то если вы там побудете три месяца то у вас уже не будет никаких трудностей если вас не взяли туда устроиться в более маленькую фирму понятно то есть приносит опыт который вы там получите эти знания которых в этом наберете сполна будут окупаться в других фирмах понятно то есть я хотел сказать что в принципе даже имени наверное компании такой же значит будет достаточно чтобы подтвердить что у вас есть опыт но если конечно вас не выгнали в течение трех месяцев хорошо аль а вот скажи пожалуйста какие трудности могут возникать уже в рабочем процессе когда человек full force приступил к работе на своей позиции вот что может возникнуть возникнуть такая трудность с трудоустройством официальная либо неофициальная сейчас конечно нашей стране очень мало фирм которая устраивает по трудовой книжке у нас еще есть такая вот советская как такое советское воспитание у нас действует надо что было трудовая книжка надо заработать семена пенсия так вот сейчас очень мало компании и тесных которая действительно вот устраивает порту по трудовой книге в основном это идет спд счет многие боятся что вот спд счет они не смогут сами вести потому что это довольно таки сложная процедура но в больших компаниях есть бухгалтера которая полностью ведут за вас это дело но единственное что если вас вдруг уволили либо вы сами ушли с компании то трудность с закрытием спд счета существует эта процедура довольно таки длительная где-то около полугода и вот многие не хотят его изначально открывать понятно но я думаю что это как раз таки тема для обсуждения с нашими юристами мы постараемся проработать этот вопрос и в скором времени записать очередное интервью вот такой вопрос смотри по поводу трудности общения в коллективе насколько я понимаю когда вливаешься в большую команду если эта команда больше 50 человек то в принципе могут возникнуть трудности с коммуникациями вот существует какая-то поддержка со стороны чар департаментов на начальных этапах конечно в любой большой фирме и вообще абсолютно любой фирме а чар департамент занимается не только ведением сотруд дел сотрудников не только трудоустройством либо увольнениям также они проводят разнообразные тимбилдинги корпоратива то есть эти сники это люди довольно такие специфические и у них с возрастом возникают проблемы с общением и чтобы этого избежать постоянно то есть раз в неделю организовываться различные мероприятия для сплочения команды то есть не надо бояться что вот вы придете и вас кинут в среду обитания и больше вас никто не будет поддерживать нет будут постоянно проходить различные мероприятия в которых вы сможете общаться с другими ребятами понятно отлично то есть принципе все ваши страхи можно будет спокойно обсудить посоветоваться как их решить как найти решение той или иной проблеме и наверное заручиться поддержкой ваших коллеги друзей оль спасибо большое за ответы напомню это ольга романчук и чар специалист из проекта лоббитекс в следующих интервью мы обязательно побеседуем по поводу юридических вопросов и я думаю мы обсудим как раз таки вопрос повышения квалификации и оценки персонала спасибо всего доброго до свидания